Ну, про других я не буду говорить, у кого какой опыт был, я этим вопросом не владею. Ну, опять же, некоторые звезды на небе совпали. Вадим Рикшан, имея некий перерыв музыкальной деятельности, вдруг стал задумываться, ну, это середина 70-х годов, а как это вообще все типа пишется? Потому что спонтанно было написано группой Петербург какое-то количество хитов, которые сейчас не стыдно слушать. И я некоторые вообще восстановил и играю на концертах. Там текст, какая-то музыка. Ну, музыка-то ладно, а как же текст-то, как бы литература? Я в определенный момент в своей жизни стал упорно изучать вопрос. Ну, так, действительно, серьезно и упорно. Если я читал какую-нибудь драму о времен Шекспира и Сторфа Марвола, так я начинал писать в пятистопном яме какую-то там драму. И к началу 80-х годов я уже был довольно образованным литератором, имеющим, может быть, не ярко выраженные оригинальные, но какие-то литературные произведения. Постепенно я эту работу продолжал. И в начале 87-го года, например, у меня в издательстве «Советские писатели», это еще в советское время, вышла книга «Проза». Через некоторое время, опять же, отчасти это связано было с тем бумом, который неожиданно начался в средствах массовой информации, в связи срок музыки. Помню, я сижу, когда я в котельной работал, что же это такое? Как будто это только вчера началось. А как же вот те больше 10 лет, как этот музыкальный жанр развивался, и я в нем участвовал? Я сидел в котельной, стал писать некий текст, 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 текст. Очень так энергично в него вошел. Придумывал хорошее название, под названием «Кайф», по-моему, удачное название. Это уже перестройка. Я отнес поиск «Женого Нева», где прочитал, рукопись прочитал главный редактор, Борис Нейкорский, человек другого плана, он вообще офицер в отставке такой, не его. И вдруг говорит, мне интересно, я напечатал, и напечатал. Выяснил, что опять, это все-таки, поиск вышла тиражом 550 тысяч экземпляров. По тем временам, если сравнить с нынешними временами, это фантастический тираж. Сейчас у тех же журналов тиражи такие, 3-4 тысячи экземпляров. 550 тысяч. Вся страна, которая хоть как-то этим интересовалась, она ее и прочитала. Это было первое художественно-документальное произведение, об этом виде человеческой жизни. Успех был значительный. На данном месте автор приблизительно 25 изданных книг. Но куда бы я ни приехал, у меня здесь есть читатели. Все обычно встречающиеся говорят, читали вашу книгу. У меня начинает легкая дрожь, потому что я знаю, какую книгу читали. Остальные, кому-то попало, но в основном, по этой книге тоже спасибо. Спасибо тому времени, которое стало меняться. И спасибо, опять же, Ленинградскому Рукову, поскольку я был в центре событий, все видел, как это происходило. В этом смысле жизнь удалась.